МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Север Новости. И с вами я, Иван Никонов. Лучшая молодая семья России живет в Ненинском округе. В этом году во всероссийском конкурсе «Семья года» победу в одной из номинаций с достоинством одержали наши земляки. Сегодня съемочная группа телеканала «Север» в аэропорту города Наринмара провожала в Уфу команду регионального отделения Союза пенсионеров России на Всероссийскую спартакиаду. Дисциплина «Навыки выживания». Всему этому обучили в течение шести дней подростков из Наринмара и селокруга на военно-полевом слете «Звезда». Ненинский округ активно готовится к началу нового учебного года. До первого школьного звонка в новом учебном году остается менее двух недель. Для педагогов учебный год стартует чуть раньше, 29 августа. В этот день педагоги соберутся на традиционный августовский педсовет, где обсудят развитие регионального образования в контексте современных стратегических ориентиров. Тем временем подарки для первоклашек уже ждут своих героев. В ближайшее время они поступят в школы округа. В этом году, 1 сентября, первоклассников ждут традиционные подарки ко Дню Знаний. Карандаши, ручки, цветная бумага, картон, папки для акварели, краски, кисти. Всего около 30 наименований школьных принадлежностей. Кроме того, набор первоклассника содержит книги, азбуку безопасности и иллюстрированную энциклопедию по астрономии. В подарок ко Дню Знаний дети получат также набор настольных игр. В комплект также хотелось бы отметить, что входят дополнительно еще и игры, которые включают в себя шашки, шнарды и шахматы. В первую очередь мы сейчас проявляем особую заинтересованность, чтобы ребята играли в шахматы, потому что в новом учебном году планируем проведение соревнований регионального масштаба. Кроме того, в этот набор входит еще и инструкция по правилам поведения, чтобы ребята ознакомились и могли прочитать. Ознакомиться, как вести себя дома, на улице непосредственно и в школе. В этом году, по предварительным данным профильного департамента, 1 сентября порог окружных школ перешагнут 720 первоклассников. Подарки же формируют с учетом возможного увеличения количества учеников. К концу августа канцелярские наборы будут распределены по школам округа. Стоимость каждого из них порядка 2000 рублей. В набор первоклассников входит все то самое необходимое, которое согласовано на сегодняшний день учителями начальных классов. Которые, в принципе, включили те предметы, которые необходимы для уроков в начале первого класса. И, безусловно, данный подарок, хотелось бы отметить, что является хорошим подспорьем для родителей, только потому, что не надо ломать голову по поводу того, что необходимо купить ребенку и как подготовить его в первый класс. Также в рамках подготовки к началу учебного года 29 августа состоится традиционная августовская педагогическая конференция. Откроет мероприятие «Рабочее совещание», на котором руководители образовательных учреждений обсудят актуальные вопросы в сфере образования. Затем начнутся педагогические чтения, которые пройдут по тематическим секциям. На них будут обсуждаться достижения педагогической науки и инновационные образовательные практики. Сегодня съемочная группа телеканала «Север» в аэропорту города Наринмара провожала в Уфу команду регионального отделения Союза пенсионеров России на Всероссийскую спартакиаду. Каждая поездка – это праздник. Римма Васильевна Костина, буквально позавчера отметившая 85-летний юбилей, председатель регионального союза пенсионеров, собирает спортивную команду на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров уже в шестой раз. На этот раз соревнования пройдут в столице Башкирии – Уфе. Вы знаете, наша команда участвует с самого первого образования спартакиады России. По правилам спартакиады, в которой принимают участие все субъекты Российской Федерации, команда от регионов формируется из восьми человек – четыре женщины и четыре мужчины. Каждый член команды может принять участие сразу в двух видах спорта. Соревнуются пенсионеры в стрельбе, плавании, настольном теннисе, шахматах. А также принимают участие в командной эстафете. У нас обычные рядовые любители спорта. Тем приятнее бывает победа. А победа у нас все же есть. Нина Абакшина всегда увлекалась спортом. Считает, что пенсионный возраст – не помеха. Она сторожил всероссийских спартакиад пенсионеров. Отправляется туда уже в пятый раз. Мы к ней обязательно готовимся, тренируемся. Самое главное – это встреча друзей, с которыми мы уже познакомились, за которых мы переживаем. Они за нас переживают. Это общение в первую очередь. Я не знаю, это очень многое. Это как маленькая олимпиада у нас. Бывают большие олимпиады, а у нас такая маленькая олимпиада. Но она тоже очень красочная, обширная, большая. Поэтому нравится. Следует отметить, что в Нинецком округе уделяется большое внимание организации активного досуга для людей высокого возраста. В регионе успешно работают 50 клубов общения пенсионеров по различным интересам. Из них 23 на селе. Как отмечают сами пожилые люди, это общение позволяет им уйти от одиночества, продолжать активную как творческую, так и спортивную жизнь. Окружному спортивному клубу «Арктика» в этом году исполняется 20 лет. Это один из самых первых клубов пенсионеров, созданный в регионе. Это дает им не только им самим быть в форме, вести правильный образ жизни, что мы сейчас пропагандируем. Они ведь, посмотрите, им всем за 60, они как хорошо все выглядят. Но это еще пример в семье, что очень важно. Потому что я считаю, что старшему поколению очень важно научить средний возраст и своих внуков, чтобы они видели правильный образ жизни, чтобы они долго жили, чтобы они как можно дольше приносили и обществу пользу. Большинство мероприятий для активных пенсионеров и с их участием реализуются в регионе благодаря государственной программе Ненецкого округа «Старшее поколение». Хотелось бы отметить, что Ненецкий автономный округ – это вообще родоначальник принятия таких программ в регионах. То есть в округе она была принята впервые в России, еще в других регионах она не существовала. По поддержке старшего поколения и инициаторами как раз было оригинальное отделение Союза пенсионеров. И мы тогда вместе верстали мероприятия, которые включали в программу. Но одно из событий ярких этой программы – это мероприятие, на которое сегодня у нас пенсионеры влетают в Уфу. Принятие участия в «Спартакеаде» у нас до этого был региональный этап, который прошел в Ненецкий автономном округе. Мы отобрали самых достойных, хотя я считаю, что все, кто занимается активным образом жизни, они все достойны. Но вот есть требования по команде, что их должно быть 4 женщины и 4 мужчины. Уверен, что они достойно представят округ. Есть очень много других интересных мероприятий в программе. Конкурс «Чистое подворье», съезжий фестиваль творческих коллективов пенсионеров, вечера чествования профессиональных династий уже имеют свою многолетнюю историю. Есть и новые задумки, которые обсуждаются с представителями региональных отделений Союза пенсионеров России и Совета ветеранов войны и труда. Есть очень много предложений с их стороны расширить эту программу, чтобы наполнить ее новыми мероприятиями в рамках национального проекта «Демография», который сегодня идет. Основная задача – это чтобы было активное долголетие, то есть именно упор деваться на активное. И в завершении темы хотелось бы пожелать спортивной команде из Ненецкого округа удачных выступлений на Всероссийской спартакеаде пенсионеров в Уфе. Екатерина Дементьева, Ольга Малыгина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Михаил Талиев, глава муниципального образования «Малоземельский сельсовет», стал членом обновленного состава Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации. Совещательный орган, возглавляемый в настоящее время главой государства, был создан в 2007 году в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации. И к другим темам. Рабочие ПОКИТС привлекают дополнительную технику для ремонтных работ по восстановлению канализационного колодца на пересечении улиц Ненецкая и Оленная. По предварительным данным, виновниками аварии стали грунтовые воды. Предприятие планирует дополнительно задействовать гусеничный экскаватор для рытья котлована. Также на объекте работает колесный экскаватор и самосвал. Работы начались в начале августа. В результате аварии под землю ушло асфальтовое покрытие. На проезжей части образовалась глубокая ема. Специалисты коммунального предприятия склоняются к версии, что причиной земляного провала послужили грунтовые воды, которые выдавили дно колодца. Как пояснили в ПОКИТС, в этот колодец идут все стоки из домов центральной части города. В самом начале восстановительных работ, когда сняли три кольца, работы пришлось приостановить, так как выступили грунтовые подземные воды. Для круглосуточной откачки воды доставили из Кирова гидропломбы и водопонижающую установку. С их помощью планируется понизить уровень воды и продолжить обследование, чтобы устранить причину аварии. Ремонтные работы ведутся ежедневно для скорейшего устранения внештатной ситуации, поэтому периодически в ближайших домах будут отключать подачу воды и тепла. По предварительным расчетам, восстановительные работы займут порядка двух недель. Патриотическое воспитание, дисциплина, навыки выживания. Всему этому обучили в течение шести дней подростков из Наринмара и сел округа на военно-полевом слете «Звезда». О том, как молодые люди постигали армейскую науку в сюжете Екатерины Дементьевой. Раз, два, три! Пошли, пошли, пошли! Здесь все по-армейски строго. Подъем в 8 утра, зарядка, обязательные занятия по направлениям, прием пищи пять раз в день по расписанию и даже ежедневная полевая баня. Перед заездом участников слета сотрудниками МЧС была проведена проверка соответствия расположения палаток и других объектов по требованиям пожарной безопасности. Ребята обучены работе с огнетушителем и ознакомлены с планом эвакуации. Дважды в день связь с МЧС, отчет о текущей обстановке. У молодых людей насыщенная программа, строевая и огневая подготовка, основы оказания первой помощи, ориентирование на местности и многое другое. Да, это может пригодиться и везде, даже в городе. Идут тоже первая помощь. Допустим, по крайней мере, они не растеряются, они будут знать, что делать. Также в лес пошли за грибами родные, близкие, знакомые. Также они могут уже помочь что-то найти, еще что-то. То есть ориентирование на местности, те же компасы, работа с теми же картами, она всегда понадобится. То есть особенно в условиях жизни в нашем регионе, наверное, это очень актуальный момент? Ну, в условиях жизни на Крайнем Севере, я считаю, это актуальный момент очень. Тем более все находятся, все всегда ходят в лес, собирают ягоды, грибы. Поэтому обязательно надо знать. То есть если они зашли, чтобы не растерялись, знали, как выйти, знали, как дойти до места, как не растеряться, не замерзнуть. То есть, ну, это важные моменты. Среди одетых в камуфляжные костюмы и каски участников можно увидеть и четверых хрупких девушек. Одна из них, Полина Семяшкина, поделилась с нами впечатлениями о нетипичном для девочек отдыхе. Раньше я никогда не увлекалась военно-патриотической темой, но где-то в конце июля меня отправили в военно-исторический лагерь. Ну, я туда просто поехала, ну, попутешествовать. И когда я вернулась через две недели, я поняла, что мне действительно нравится. Мне нравится стрелять из винтовок, вот, нравятся там какие-то задания такие военные. И вот, и нам сразу же предложили съездить на военно-полевой слет. Разрешили девочкам, и я сразу согласилась, потому что, ну, мне это интересно. Не было желания уехать, сдаться? Ну, как такого желания, наверное, не было. Я первый раз ночую в лесу так долго, мне это все нравится, мне, ну, просто интересно. Активный участник всех городских мероприятий Глеб Мариничев впервые оказался на слете, рассчитывая на легкий отдых. Однако впереди ждали трудности, перед которыми он чуть было не спасовал, но не поддался. Обстановка была совершенно необычная, было очень даже трудно, тем более в первый день был назначен дневальным. Дневальные выполняют множество работы, и в первый день лагерь был не обустроен, и все выпало на нашу долю. Плюс еще очень было трудно привыкнуть, первые ночи, первые переживания, первая еда за общим столом на улице. Это все было очень трудно, и я такой в один день думаю, наверное, надо уехать. Я не выдержу, это все очень трудно, это не мое. Никогда не жил, не живу и не буду жить. А потом я подумал, уже на следующий день, говорят, отвезем только на следующий день. Я проснулся устрою и думаю, а зачем я буду уезжать? Все, вот уже день. Я уже не дневальный, уже все легко, и я собрался с силами, я собрался с духом, и я выставил до конца. Оценив все усилия тренеров, всю отдачу ребят, можно смело сказать, что из этих пока еще мальчишек и девчонок вырастут настоящие мужчины и достойные девушки, готовые к любым жизненным сложностям, готовые родину защищать. Ребята полноценно ознакомились с службой вооруженных сил Российской Федерации, а также приобрели необходимые навыки и знания, которые пригодятся им в экстренных ситуациях, наподобие поисково-спасательной работы. В принципе, данное мероприятие, считаю, что нужно проводить ежегодно. В прошлом году не получилось его провести по объективным причинам. Детям нравится, на самом деле. И это самое главное. Напомню, ежегодный военно-полевой слет «Звезда» проходит в регионе в 10-й юбилейный раз в рамках государственной программы Ненецкого округа, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Какие нововведения могут появиться в ЕГЭ для выпускников 2020 года? Информация об этом появилась на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене планируются по ряду предметов. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом. Усложнилось задание 24, проверяющее знания элементов астрофизики. Теперь вместо двух обязательных верных ответов в нем может быть либо два, либо три правильных варианта. Сколько конкретно, школьник должен догадаться сам. В ЕГЭ по обществознанию детализированы формулировки заданий 28 и 29. В ЕГЭ по русскому языку, истории, географии, изменились критерии оценивания некоторых заданий. Больше всего изменений в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно, это самый молодой ЕГЭ. Впервые выпускники сдавали его только в 2019 году. Лучшая молодая семья России живет в Ненинском округе. В этом году во всероссийском конкурсе «Семья года» победу в одной из номинаций с достоинством одержали наши земляки. Съемочная группа телеканала «Север» решила узнать, в чем же секрет по-настоящему крепких уз. В семье опаренных записи концертов пересматривают не только ради удовольствия. По ним можно проследить профессиональный рост и взросление каждого члена этой дружной и творческой семьи. Опаренных знают в нашем городе не понаслышке, а не на виду. Молодые, творческие, полные энергии. Собственно, именно творчество стало лейтмотивом отношений в этой семье. В 2004 году Маргарита и Денис познакомились на репетициях театральной постановки «Ко Дню Победы» на сцене. Любви с первого взгляда не случилось. Однако уже тогда именно творчество связало этих красивых и молодых людей. Совместная любовь к хореографии и общие номера на концертах, участие в народном ансамбле «Родные напевы». Уважение к своим историческим корням и культуре народа у читы опаренных было одно на двоих. А с рождением дочерей Ксении и Виталины стало семейным. Девочки такие же творческие натуры, и выступления на сцене для них не в диковинку. Как признаются супруги, искусство для них – это жизнь. Его можно найти даже в рутине быта. Творчество, хобби везде во всем. Где-то ремонт сами делаем, что-то придумываем. Где-то двор украшаем. В прошлом году выиграли в номинации «Новогодний двор». Что-то такое было. Украшали и взяли второе место, по-моему. Поэтому как-то оно во всем, видимо, это передается. Предложение поучаствовать во всероссийском конкурсе «Семья года» поступало несколько лет. Но лишь в этом году Маргарита и Денис решились. И получилось. Семья стала одной из лучших в стране среди порядка трех тысяч участников, выиграв номинации «Молодая семья». Казалось бы, творчество, которое занимает так много времени, должно мешать остальным занятиям, например, учебе в школе. Но нет. Старшая дочь Ксения, учащаяся кадетского класса четвертой школы, на протяжении всех пяти лет учебы круглая отличница. При этом танцует в образцовом детском хореографическом коллективе «Морошки» и поет в кадетском хоре. Не отстает от старшей сестры и младшая Виталина, участница детской студии эстрадной песни «Солнечный зайчик». У меня танцы, плавание и пение. То есть ты… А кем ты хочешь стать в будущем, когда вырастешь? Кондитером. Кондитером? А почему именно кондитером? Потому что я люблю сладкое. Вечерами семья встречается на репетициях и на отчетных концертах. С уверенностью заявляют – их дом – сцена. На просьбу поделиться секретом таких крепких отношений признаются, что все истины прописные. Да на самом деле, наверное, нет секретов. Просто мы вот как семья, мы как одна дружная большая команда. То есть мы все друг за друга. Слушать друг друга. Да, слушать друг друга. Это, наверное, самое главное. И разговаривать. Иначе просто начнутся какие-то мелкие недомовки. Это будет все перерастать в что-то такое не очень приятное. Поэтому самое главное – общение. Все. В октябре 2019 года семья отправится в Москву, где в государственном Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В рамках празднования 90-летнего юбилея Ненинского округа организаторы праздничных мероприятий предлагают жителям региона поучаствовать в различных конкурсах. Один из них – Краса Нау. Название говорит само за себя. Конкурс Краса Нау проводится в режиме онлайн. Его участниками могут стать только представительницы прекрасной половины человечества. Девушки и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Организатор конкурса – Дворец культуры Арктика. Советует поспешить, поскольку заявки для участия в интернет-конкурсе принимаются до 1 сентября. Основной его целью является культивирование достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего в себе как красоту, так и нравственные и духовные качества. Сбор заявок на данный конкурс производится до 1 сентября. Так как это интернет-конкурс, присутствие не обязательно. Соответственно, все, что нужно – это заявка и две фотографии в хорошем разрешении. Это фотография в анфас с улыбкой и в полный рост. Красу Нау определяют с помощью онлайн-голосования, в котором могут принять участие все желающие. Каждая участница конкурса получит диплом и специальный приз от организаторов. Церемония награждения пройдет 15 сентября. Такова информационная картина этого дня. Новости вы можете увидеть и в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Ямогучий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова